добрый вечер всем девчонки здравствуйте здравствуйте мои хорошие всем привет приветствую всех этим прекрасным вечером привет-привет скажите пожалуйста меня слышно видно как дела откуда вы к нам присоединились по традиции добрый вечер здравствуйте здравствуйте все уж привет 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 подождем немножечко сейчас поднаберется народ пишите откуда вы сколько у вас сейчас времени иночка привет здравствуйте здравствуйте слышно ну шикарно отлично тула первое кто написал откуда тула привет все отлично беларусь привет милая привет аленушка розенберг из омска добрый вечер украина привет друзья здравствуйте 11 утра боже мой будапешт 8 вечера 22 хорошо я очень надеюсь что сейчас никто не напишет 3 часа ночи я собиралась спать привет самарская область воронеж здравствуйте мои хорошие урал урал у нас 008 в омске да я знаю аленушка казань краснодар слышно видно казахстан кастанай 12 часов ночи девочки мои кемера кемеровый час 8 вечера в чехии так каменск уральский бухара 2308 но отлично самое главное что скорее всего барнаул уже спит украина я в интенсиве шикарно я тебя поздравляю анечка это правильное решение мы как раз таки сегодня будем разбирать тему интенсивы так далее ростов-на-дону привет питер здравствуйте воронеж шахты отлично так девчонки ну что смотрите пожалуйста объясню какая у нас сегодня тема по какому поводу я сегодня вышла в эфир а я запускала опросника у себя в stories да на тему прямого эфира так как огромное количество сообщений поступало по поводу интенсива предстоящего которые стартуют 23 числа про него тоже обязательно расскажу но если будут какие-то вопросы пожалуйста давайте себя приучать пожалуйста прошу так кому еще не слышно у кого еще звука нет звук нормальный дмитров санкт-петербург напишите есть звук девчонки смотрите вот здесь вот там где вы собираетесь например написать какой-то комментарий где вы сейчас их пишите сразу же справа есть такое окошечко со знаком вопрос пожалуйста если у вас есть какие-то вопросы давайте будем дисциплинированными будем писать их туда хорошо для того чтобы я сегодня смогла на них ответить и не рылась в комментариях искал и сбивалась хорошо и плюс те люди которые будут заходить к нам в трансляцию они будут уже понимать о чем я говорю сейчас до в этом моменте потому что вопросик будет висеть этого очень так скажем мне кажется красивый правильно и так мои хорошие сейчас я зайду сюда вопросник и буду начинать я попросила свою помощницу анну по интенсиву нашему до который у нас будет интенсивный хакинг собрать самые интересные вопросы и сейчас мне их сюда написать а для того чтобы мы смогли об этом поговорить кто еще не знает прямо для всех тех кто сейчас нами находится я еще раз расскажу да потому что stories может быть вы смотрите может быть и нет кто-то смотрит их без звука и пролистывать тут и не вчитывается это и понятно потому что огромное количество информационного потока сейчас свалилось на вас всех на нас и на меня в том числе поэтому я решила сделать прямой эфир и раз навсегда эту тему собственно говоря осветить и закрыть чтобы не было вопросов потому что что за интенсив это ваш интенсив по какому поводу какие темы и так далее значит так 23 апреля у нас стартует совместный большой проект с анной грайхановой с оксаной крат по продвижению в инстаграм до звать интенсив nail hacking значит все подробности описание программы и так далее у меня есть посылки в шапке профиля то есть вы туда нажимаете и там пожалуйста выходит вся вот это вот наша вот вся история кто есть кто кто они кто воля кто оксана да какие темы мы собственно говоря презентуем и вся программа оставшаяся как оформлять stories как правильно значит привлекать клиентов через инстаграм про визуальный контент обязательно там большой блок и так далее все очень много интересного потому что мы над ним работали долго это изначально анин проект но нас пригласили экспертами да соответственно я буду освещать на этом проекте тему про раскрытие личности индивидуальности с точки зрения психологии с точки зрения личного бренда что найти вас такого какой ресурс мы будем искать ресурсы до которые вас позволят вам потом стать интересной личностью впоследствии транслируя ее в соцсетях это очень важно потому что поверьте мне за последнее время настолько обезличилась эта социальная сеть я объясню почему потому что огромное количество конкурентов у вас есть точно абсолютно в каждом городе вот из которого вы мне сейчас пишите вы однозначно знаете звезд спали так скажем ногтевой эстрады скорее всего следить за ними и на и на них подписаны скорее всего абсолютно все мастера вашего города и у них всегда полный записи и так далее или студии какие-то да хорошие достойные на которые хочется равняться обратите на них внимание почему так происходит да давайте вопрос почему вот как раз таки моя позиция в том что нужно искать какой-то индивидуальный подход ко всему этому вот именно об этом вот будет мой непосредственно блок в этом интенсиве значит сразу хочу сказать здравствуйте ответьте пожалуйста вы ресницы нарощенные красти тушь или она вас или они у вас сами такие красивые спасибо хорошие я крашу только нижние ресницы верхние не крашу нет нет не крашу знаете я вам открою лайфхак девчонки открою секрет это не даже не секрет это просто один визажист собственно говоря посоветовал смотрите если у вас нарощенные ресницы ну либо ресницы так скажем хотите подчеркнуть ресницы не красьте просто ресницы да ну ладно так и бы сейчас покажу вот отвлеклась ну хорошо я думаю что это польза в любом случае смотрите у меня есть такая палетка теней у всех практически дома есть тени да не все цвета используются из этой палетки у меня есть любимый цвет сейчас я вам покажу вот вот этот вот вот этот цвет фиолетовый темный фиолетовый если вам видно я беру кисточку скошенную все пошел в общем короче говоря у нас видите блок что я делаю смотрите видите такая вот кисточка скошенная я что делаю я беру аккуратненько вот таким вот движением с двух сторон чуть-чуть ее подбиваю да обязательно стряхните опускаю собственно говоря глаз немножечко его натягиваю и прокрашиваю просто вот эту часть в виде стрелки мне подходит просто этот цвет у каждого этот цвет может быть разный абсолютно попробуйте в идеале это будет коричневый значит темно-фиолетовый баклажан значит что черным можно но черным даже у меня сейчас получается что с одной стороны больше теперь чем с этой грубее да получается черный с черным аккуратно для черного так же как и для красной помады например должен быть безупречный цвет лица до перешли с ногтей на макияж данные девчонки можете девочки вот поэтому непосредственно ресницы смотрятся пушистее объеме да я просто если в идеале такой легкий мэйк но настолько легкий это прям буквально минут 7 до потом что я сделала хорошо дальше покажу что сделала у меня есть такая вот кисточка пушистенькая вот такая вот я взяла цвет вот такой но это можно экспериментировать опять же доставайте все свои тени сейчас услышите сейчас столько времени для того чтобы сесть просто найти вечерком вот уложили всех когда вам никто не мешает поставили свет и просто попробуйте скорее всего вам просто не хватало времени поэкспериментировать в ютюбе огромное количество мастер-классов сами может быть придумайте какие-то вариации неважно общем я взяла вот этот цвет вот этот цвет вот аккуратненько пустила кисточку и смотрите когда уже фиолетовую эту штуку прокрасила до стрелку я просто начинаю вот отсюда иду вверх да так скажем на нет свожу дай получается вот такой эффект интересный так скажем вот этот вот баклажановый с фиолетовым пробуйте на самом деле это элементарно так в идеале можно было фиолетовую стрелку еще чуть-чуть растушевать прокрасить значит слизистую снутри вот здесь вот очень хороший эффект получается если вы возьмете какой-то карандаш который можете прокрасить вот прям буквально ну конечно кто кто хочет поярче прям глаза можете прям вот от внутреннего до уголка попробовать это сделать но опять же аккуратно то есть всякие фишки кому-то это делать нельзя кому-то можно у кого-то наоборот глаз сужается у кого-то наоборот расширяется и без того большие глаза экспериментируйте пробуйте смотрите на себя в камеру ищите себя вот это кстати к слову вот непосредственно про индивидуальность это же очень интересно первое что хочу сказать на что западают люди да в инстаграме вот вы сейчас не покидаете страницу вам интересно меня смотреть я объективно я не хвалюсь я точно знаю что я ни к одному эфиру например вот просто так не подошла то есть я всегда да ну и в принципе даже если бы не эфиры я всегда стараюсь выглядеть ухоженно всегда да нет даже если я еду в магазин там за продуктами даже вот ну даже вот так для привычка но что касается например подачи вашей в инстаграме сейчас скажу люди западают на что-то красивое да например вот сейчас смотрите например на мой рот да смотрите я знаю смотрите на мои зубы если вам интересно с чего все начиналось вы можете просто залезть ко мне на страницу точно также пролистать я специально не удалила все это потому что на данном этапе моего становления моего личного бренда как социальное доказательство это выглядит совершенно нормально гармонично потому что люди могут обратиться вниз и посмотреть чего все начиналось и увидеть глобальнейшую разницу обратите внимание пожалуйста почему потому что есть вот такие вот психологические триггеры да предположим человек когда смотрит на что-то эстетически приятное он не может оторвать взгляд точно так же когда вы приходите например в ресторан и там есть ну в ресторан и во всех конечно но бывают да такие рестораны в которых например да висят большие экраны и там на слоумо видео прям вкусное практически с макро камеры снято как разрезается например грейпфрут на две части распадается как капает вода или брыжет сок да это манит то есть человеческая психика не в состоянии оторваться от чего-то вот эстетически интересного да вот мой блог в интенсиве nail hacking будет как раз таки в общем то и об этом тоже поэтому смотрите сейчас переходим к вопросам девчонки сейчас комментарии ваши не читала а давайте сделаем а так сейчас я зайду в вопросы хорошо да давайте на тему перейдем мы обязательно перейдем вот кто-то знает меня с первых эфиров перископе и может подтвердить однозначно что есть глобальная разница в изменениях во внешности так поехали поехали смотрим значит так смотрим 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 так где тут у нас вот первый вопрос первый вопрос девчонки смотрите подробности про личный бренд что такое личный бренд что это и зачем вот смотрите личный бренд это если сравнивать предположим например с какими-то звездами нашей эстрады условно говоря у каждого они могут быть свои звезды эстрады до любимые я имею ввиду кто-то ну вот посмотрите пожалуйста на филиппа киркорова вот это ярчайший пример того что я хочу сказать да что вот я хочу сказать его можно любить его можно ненавидеть кто-то вообще не знает кто такой филипп киркоров потому что это это не хоть не песни его детства например в моем возрасте знаю с чего филипп бедросович начинал когда такие песни он пел смотрите если посмотреть какую-нибудь песню года не знаю 95 например да условно говоря можно видеть его на значит шевелюру сейчас ты смотришь на него это кажется знаете таким неким колхозом да то есть ты смотришь на него и думаешь господи боже что это за кошмар даже смешно но на тот момент на тот момент личный бренд вот этого человека который выступал на эстраде был ну просто ну ну он был богом понимаете он был до атлантида вот именно вот эту песню я хотел привести в пример вот смешно не смешно да он был королем поп-сцены сейчас мыши думаешь че за колхоз вы представляете себе что я прекрасно помню тот момент когда уже его вот это творчество и те песни которые он пел тогда то есть у него было достаточное количество хитов он мог бы спокойно безбедно прожить до старости и не было бы у него никаких проблем но понимаете в чем дело молодое поколение в тот момент стало подрастать на сцену вышли опять же говорю каждый может сейчас проецировать это каких-то на своих не знаю там авторов исполнителей певцов и так далее да звезд стран абсолютно неважно просто я привела киркорову то что мне кажется киркорову знают все так вот пришел молодняк начал петь значит 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 или песни там тимати со своим блэкстаром еще что-то еще что-то что понадобилось филиппу киркорову вот вот я хочу чтобы сейчас написали почему он остался на плаву все-таки а не стал опять накручивать эти свои волосы что понадобилось ему но пока вы будете отвечать я отвечу в общем-то сама думайте но все равно я буду транслировать чтобы не молчать не ждать ваших ответов первое конечно же он первым делом промониторил рынок он посмотрел что сейчас в тренде и вы знаете я не думаю что он был сильно счастлив от того что он понимал что теперь он уже больше не может например да так же себя вести как и раньше но он не может он понимаете да однозначно ребрендинг да одевался стал одеваться лучше да однозначно участвовали в этом восстановление его в новом я скажу целая команда это уже сто процентов да люди которые посоветовали ему что делать появились скорее всего какие-то там партн и и которые да например одевать его начали по-другому и говорили филину как бы вот в общем он скорее всего у него знаете как как у любого нормального живого человека был эффект такого знаете противостояния отрицания эффект он не хотел например ну скорее всего трансформироваться потому что любое так скажем вот такое глобальное изменение в жизни каждого человека может повлечь за собой некоторое такое знаете неприятие потому что это новое и потому что это знаете непривычно вот оно непривычно ему вот хорошо в своей шкуре было понимаете так же как змея когда скидывает кожу вот этот вот момент в ее жизни однозначно это стресс то же самое ему вот так скажем условно говоря такую виртуальную кожу пришлось сбросить и каким-то образом да на постараться найти людей которые ему помогут в том чтобы продвинуться дальше да чтобы новой публике мог он удовлетворить ее потребности так скажем он начал делать какие-то коллаборации цвет настроение синий он стал даже и басков подтянулся туда же понимаешь со своей шарманкой понимаешь вот понимаешь вот почему так происходит все эти люди которые в данный момент в тот момент поняли что обязательно нужно следовать так скажем изменению рынка то есть рынок сейчас диктует некие условия выживания понимаете вот о чем я он диктует и невозможно жить как раньше поймите раз и навсегда вот это то же самое личный бренд он может быть до какой-то степени развит потом он обязательно будет трансформироваться и трансформироваться если он да вот в течение своей жизни не трансформируется он просто затухает люди его забывают к сожалению я вижу сейчас на самом деле очень много примеров из нашей сферы когда люди все равно продолжают топить за свое все равно нет я вот такая я такой буду и мне вообще ничего не надо я считаю что я делаю правильно смотрите у каждого свое место в жизни однозначно у каждого будет своя судьба но если действительно хотите стать успешным человеком если вы действительно хотите прожить долго в этой сфере а я скажу вам так вот сейчас ужасная новость что все равно наша сфера имеет возраст я сама понимаете мне не 20 и не 18 именно поэтому я имею право об этом говорить потому что это так и есть да если вы хотите успеть вам обязательно нужно смотреть в ту сторону тех людей кто трансформируется вот-вот трансформируется и вам поможет сделать то же самое вот именно об этом наш интенсив про инстаграм пока есть время пока есть ресурсы временные которые на самом деле ограничены в обычной жизни у нас у всех потому что я например летаю постоянно веду курсы я живу в самолетах у меня там по 16-18 перелетов в месяц да и работаю точно так же вы работаете у себя в кабинетах в студиях и так далее по 8 часов пилите у вас нет возможности застановиться и подумать что у меня в жизни сейчас что мне делать для того чтобы стало лучше сейчас произойдет знаете такой момент как в клипе у майкла джексона кто помнит когда вот эти вот я не помню как песня называлась сейчас когда из гроба на кладбище вылезали вот эти вот всякие там зомби мертвяки и в общем да он с ними танцевал вот сейчас появится огромное количество людей которые захотят вам есть у ушам потому что огромное количество курсов вчера мне вообще повергло в шок девчонки скинули в инструкторский час фотографию о том что сейчас за 99 рублей ведется какой-то марафон по обучению маникюру не просто за 99 рублей известные спикеры выступают каждый со своей темой да вот как я сейчас буду там 5 мая выступать на марафоне на илслав марафоне например да такой такой народный продукт так скажем сейчас уже учат маникюр за 99 рублей это жесть да триллер точно девчонки правильно спасибо что напомнили именно так вот сейчас будет столько всякого говна вот не побоюсь этого слова поэтому пожалуйста моя задача своих хотя бы спасти ну то есть я очень трепетно отношусь к своей аудитории вы это знаете прекрасно и как я всех люблю несмотря на то что кто-то например ну вот сейчас присоединился ко мне не так давно я своих люблю я за своих удавлю поэтому если девчонки мои вы меня слышите те кто но мои как вы себя считаете что вы мои я всех призываю конечно и кстати между прочим сейчас 21 26 до 23 59 действует промокод мой личный наилс наил 20 20 ну за промокодом можете ко мне обратиться директ и если кто-то хочет купить там есть три тарифа первый тариф это базовый если вы хотите без сопровождения просто попадаете в общий чат и владеете всей программой второй значит тариф это 1690 это уже с кураторами то есть это проверяются домашние задания вы можете задавать любые вопросы да то есть вас курируют продвигают в общем-то и помогают и третий тариф это уже со мной непосредственно да у меня уже есть люди с кем я буду проводить отдельный коучинг то есть это входит еще консультация со мной лично один на один вот выбирайте любой тариф и сегодня они до 12 ночи со скидкой 20 процентов посылки в шапке профиля если хотите успеть добежать бегите в шапку регистрируйтесь и покупайте быстрее но в общем окей я не нашла и оплатила без промокода ну что ж вот так написали бы мне что вы не нашли я бы вам помогла объяснила ладно поехали дальше девчонки следующий вопрос следующий вопрос как тариф выбрать вот я сейчас вам сказала так дальше 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 так много-много-много вопросов так где брать силы и мотивацию сейчас чтобы вести instagram хороший вопрос с шикарный вопрос спасибо где брать силы и мотивацию смотрите первое для мотивации нужно вдохновиться это точно абсолютно мотивацией смотрите берется в двух ну так скажем берется от того что появляется желание от чего может появиться желание либо от вдохновения либо от того что приперло сильно ну то есть как вы уже понимаете что вам придется что-то сделать и вы делаете я вам предлагаю все-таки постараться искать мотивацию все-таки в чем-то позитивном например а вы можете сейчас смотреть на тех людей еще раз говорю при вот к предыдущему вопросу сейчас возвращаюсь на тех людей кто вас вдохновляет посмотрите что делают они да посмотрите на то как трансформируются люди до в личном бренде сейчас это очень важно ну и конечно же это зависит от вашего решения смотрите все зависит от того насколько вам сейчас нормально ну то есть смотрите если вам нравится ваша страница ну так как бы нравится и не нравится очень нравится не нравится и вроде как ладно пусть будет какая разница а я вам скажу в чем разница вот это то же самое что с похудением вот стопро 100 процентов посмотрите если человек например имеет лишний вес условно говоря я и сама тому не исключение я знаю что у меня есть лишних условно 56 килограмм вот лишних вот лишних правда но они меня не бесят так сильно потому что у меня сейчас нет такой потребности чтобы мне их сбросить но вот прям нет такой потребности да я знаю всегда что я могу взять себя на две недели собственно говоря призвать себя в армию я знаю как это делается я у меня все инструменты для этого есть умеясь весы для расчета значит-то продуктов у меня есть тренажер у меня там есть коврик у меня есть тренер у меня есть зал месяц карта в зал То есть я знаю, когда, да, ну сейчас все закрыто, окей, неважно, ну вообще так. Но если вдруг мне понадобится, я точно буду знать, что у меня какое-то мероприятие, или у меня, например, какие-то съемки, или еще что-то, где будет видно на камере моих 6 килограмм, которые в съемке превратятся в 12, а это будет 100%, потому что на всех фотографиях будет казаться, что это еще плюс 12, не плюс 5, 5 там вообще не было, да, плюс отечность, плюс там вода какая-то еще, и все такое. В общем, смысл в чем? Пока вам нормально, вот пока вы не расплачетесь, условно говоря, в примерочной, где будет вот свет, знаете, как вот из портала, как инопланетяне прилетают, вот когда, знаете, в примерочных есть такой ужасный свет, когда все, что у тебя, в общем-то, висело, или вот плотно не прилегало, оно все дает такую тень, вот не очень приятную. И вот пока вот ты себя так вот не увидишь, вот должно дойти до точки что-то, да, вот как вот наркоманы должны допуститься до самого дна, чтобы, собственно, потом излечиться. Вот я очень прошу вас, пожалуйста, не терпите до этой крайней точки, почему время стремительно идет, время теряется, время, время, самый бесценный ресурс. Лучше начать сейчас, то есть, условно, похудеть, привести себя в форму легче в 25, чем в 50. А, например, не знаю, излечиться от какой-то зависимости проще тогда, когда они сильно запущены, да, пока тебя вот инопланетяне, условно, не забрали, вот откуда надо брать мотивацию, то есть, не ждите, вот пока вам нормально вроде как. Вот чувствуете вот что-то не то, вот сейчас, да, в Инстаграме, например, вот, условно, у вас есть какие-то проблемы, видите, у меня, например, там, да, вот заходите к себе в профиль, вот вы с тебя спросите сами, вы бы сами к себе пришли, вот это очень важный вопрос, знаете, так отрезвляет. Вот сами бы вы к себе пришли, вот просто записались ли вы к себе самой, вот просто, например, в правильном ли порядке у вас, например, логически выстроен контент, условно говоря. Ведь не каждый себе может позволить, честно вам скажу, не каждый далеко может себе позволить транслировать в Инстаграме все, что он хочет. Почему? Я вам скажу, потому что нужно достичь определенного уровня развития, статуса и положения, когда ты уже можешь, например, делать все, что ты хочешь. Но поверьте мне, это сейчас нам с вами не очень доступно, потому что я привожу в пример, условно говоря, какую-нибудь тусовку, не знаю, посмотрели «Игру престолов» или нет, как-то вот у меня был момент своей жизни, когда я что-то на этот сериал подсела и досмотрела до конца. И прям вот если я что-то берусь, мне интересно, и я прям досматриваю до конца. Мне стало интересно жизни тех актеров, да, так же, как мне очень интересно, если я слышу в рекламе какой-то красивый голос, да, или в фильме, мне хочется посмотреть, кто за кадром. Я всегда интересуюсь, да, потому что сама с голосом работаю, мне очень интересно посмотреть именно на этого человека, кто озвучивает, да, данное произведение, кто снимает, да, этот фильм, кто режиссер. Я, в общем, так-то вот заморочилась, стала искать профили этих, значит, уважаемых актеров. И что я увидела, девочки? Четыре, пять, шесть, семь миллионов, двенадцать миллионов подписчиков. И что? Просто фотографии без макияжа, сторис, значит, в каком-то лесу шапка на бекрень с прыщом над бровью или в брови, значит, в зубах укроп, и просто люди транслируют эмоции. Почему? Потому что они могут себе это позволить. Потому что они находятся уже на таком уровне развития, что им все равно, вы понимаете ли, нет? Вот. Нужно стремиться к тому, чтобы нужно вот достичь какого-то определенного момента, когда вы будете свободны. Пока что нужно испытывать эту свободу, но в рамках. Вот, понимаете, как ее обуздать, как ее оседлать, как ее привести вот в нужный вектор, в нужное русло для того, чтобы была и свобода, да, условно, и продвижение, и реклама туда же, и красивый контент, и ваш личный бренд, и все вместе. Чтобы человек зашел на ваш профиль, вот в вашем городе, вот тебе говорят, ой, у нас маленький город, какая разница, никто платить не хочет, синищеброды, вот этот вот басков, который я слышу, увлекут ли мечты небывалые, вот все вот, понимаешь. Слушайте, вы не представляете, насколько круто, что у вас маленький город. Вы просто попробуйте пукнуть в Москве, чтобы вас услышали. Вот попробуйте приехать в мегаполис, вот просто, и здесь сказать, вот я, вот я, здравствуйте, понимаете. Мне даже не надо представляться. Это я сейчас не про себя вообще, а в принципе, да. Людей, которые вот что-то добились в Москве. Маленький город, даже миллионник. Да, да, если меньше, еще лучше. Вы понимаете, что у вас есть реальный шанс сейчас просто заявить о себе так, чтобы потом создать себе такой задел правильного контента, стратегии и так далее, для того, чтобы потом все эти люди, кто сейчас просто не в теме и не в этом эфире, просто взял и остался позади вас. Вот я просто не могу понять. Вы понимаете, что это бесценно? Это очень круто. Слушайте, я на один вопрос отвечаю по 20 минут. У нас всего час. Так, поехали дальше. Я надеюсь, что вам понятно. Если вам понятно, бейте по экрану сердца и ставьте вот так. Ну, я буду надеяться, что вы понимаете. Так, как я развивала с нуля свой профиль, я расскажу на интенсиве, девчонки. Я прямо расскажу свой путь, как, что и как было. И как он мне помог, этот инстаграм, тоже расскажу там обязательно. Так, как мастеру маникюра заработать больше. Окей, как мастеру маникюра заработать больше. Девчонки, хороший вопрос. Быстро на него отвечу. Первое, что вы должны понимать, это большая тема, большая тема. В двух словах не опишешь, но если так, вот в двух словах попытаться. Первое, это правильная стратегия поведения мастера, как профессионала и специалиста. Потому что унылое говно терпило. И, простите, я буду говорить такие слова. Это на самом деле не такие уж ужасные слова по сравнению с тем, как этот человек себя чувствует. Ну, в общем, другими словами, если клиенты сидят на шее, если вы не чувствуете в себе профессионала, если вы подозреваете, что ваши клиенты все равно вот где-то думают о том, что вы обслуживающий персонал, вот такому мастеру, к сожалению, заработать больше будет намного труднее, чем тому, кто, например, вот, понимаете, сам руководит своими клиентами. А это очень круто. И это искусство целое. Вот у меня даже есть целый тренинг к вселенной успеха, кто знает, да, кто был. Вот сейчас будет у меня скоро большой проект, посвященный непосредственно вселенной успеха. Мы прям сделали, сделаем все с домашками, прям вот доведем до результата прям конкретно. Да, если вот на живом тренинге 8 часов, и все выходят вот такие вот, и говорят, ааа, класс, да, но, к сожалению, до меня результаты, конечно, доходят, но я этого не вижу, а там я буду все проверять, там не соскочишь. Ну, в общем, дальше. Стратегия поведения. Следующий момент. Вы должны четко понимать свой тайминг, вы должны четко понимать, с кем вы хотите работать, с кем не хотите, потому что если вы будете работать с теми, кто сможет позволить оплатить вашу экспертность, тогда с ними будет проще работать в этом направлении, чтобы заработать больше, потому что им можно будет предложить дополнительные услуги, дополнительные продажи и так далее, тому подобное. Да, понятно, да, о чем я говорю. Поэтому вот такой вот момент. Это можно до утра разговаривать на эту тему, но, в общем, если что, следите, мониторьте после интенсива, у нас будет большой проект «Теленная успеха», прям такой, прям на месяц, прям целый месяц будете со мной, я вас, в общем, научу жизни. Так, поехали. Так, едем дальше, едем дальше. О чем будет мой урок на интенсиве, я рассказала. Так, если я из маленького города, мне актуально идти на ваш интенсив. Только что рассказала, что вам в первую очередь надо идти. Так, как вы познакомились с Анной Грейхановой, девчонки? Ну, хороший вопрос, на самом деле. А как мы познакомились? Сейчас уже так и не припомнишь, прям конкретно как познакомились. Познакомились, скорее всего, в интернете. То есть мы не встречались живьем до этого момента. И знаете, когда тогда вот произошел такой бум обучения, прямо вот мы были с Аней в первых упряжках. Аня, ну, родила, господи боже, родила свой курс. Ну, да, можно и так сказать. Начала чуть раньше, там, может быть, на годок, на два пораньше. Ну, так, публично я имею в виду. Потом я и, в общем, все тех, кого вы знаете, вот, ну, кто на эстраде у нас. И, скорее всего, просто мелькали друг с другом. Потом, в общем-то, подружились, пообщались, поняли, что у нас много общего. Потом, на самом деле, я ее приглашала. Она была у нас судьей на моем чемпионате. Что еще? Мы постоянно пересекаемся на каких-то оффлайн-мероприятиях в качестве спикеров нас зовут. Также, например, был момент, когда мы вместе, значит, были и в Краснодаре на курсах, и в Казахстане на курсах вместе. Ну, в общем, знаете, я так скажу. Люди, схожие по характеру и по убеждениям, профессионалы своего дела, они притягиваются в любом случае. Поэтому я бесконечно рада, что Аня, в общем-то, позвала меня в этот свой проект, в который мы, в общем-то, вас всех и приглашаем любезно. Еще раз повторю, вот в 12 карету превратится в тыкву, и скидка загорит. Поэтому бегите, девчонки. 20% это все-таки не шутки. Так, что еще, что еще, что еще? Так, ну тут вот вопросы уже все повторяются, вопросники. Давайте посмотрим, что вы мне тут понаписали, девчонки. Да, пилкослет тоже, да, был большой проект. Я надеюсь, что когда-нибудь мы сможем с вами все-таки зажечь и провести еще незабываемое время, потому что пилкослет раньше просто прям гремел в каждом городе. Хочу на этот курс, девчонки, приходите, пожалуйста, я буду очень рада. Как вернуть клиента после карантина? А в смысле вернуть? Он ушел или вы еще не знаете, что он ушел? А вы знаете, я вот так еще скажу. Что значит вернуть? Можно я скажу правду? Ну, как всегда. Это вы то же самое сейчас вот написали бы мне как психологу, потому что у меня есть диплом психологический. А скажите, как вернуть мужа после, значит, карантина? Ну, то есть карантин, в его случае, это, знаете, была бы, может быть, измена. Или там еще, как вернуть, когда он там изменил мне? А скажите, нахер его возвращать вот такого придурка? Вот просто скажите мне, зачем он вам нужен в вашей жизни, если он взял и ушел? Зачем себя унижать? Зачем себя не уважать? Не лучше ли подумать о том, как стать лучше самой для того, чтобы он потом на вас, глядя, попросился обратно? А вы ему сказали, что? Кто вы? Извините, у нас просто свободных мест нет. Или вы будете горевать сидеть, ничего не ввиняя в своей жизни, да? Ваша задача – выбрать такую стратегию поведения для того, чтобы люди ломились к вам и боялись просто, просто даже вот сделать что-то неправильно для того, чтобы вот, не дай бог, вы его просто не взяли. Вот как вот я учу жизни людей поступать. А вот ваш вопрос, ну вы простите меня, конечно, да, Даш, умоляю, но на самом деле так оно и есть. Зачем вам люди, которые по собственной воле, зачем вы на аркане привяжете? Вы представляете, вот давайте такую стратегию поведения, значит, продумаем. Я как психолог говорю абсолютно серьезные вещи. Вот представьте, мужик изменил вам, он вам изменил. Вы вроде подумали, ну по каким-то причинам, что вы хотите его вернуть. Я имею право рассуждать на эти темы, потому что у меня вышка психологическая. Итак, вы думаете, так, хорошо, либо потому что я не могу представить себе, как я всем расскажу, что я, значит, одиночка теперь, значит, или же просто лучше вот статус, вот я замужем и лучше у меня будет такой статус, чем одна. Потом, ради детей. Вы думаете, дети ваши не слышат ничего? Ну то есть как бы вы никогда не замечали, что вы сидите с мужем, разговариваете на кухне или еще с кем-то, а у вас через три комнаты ребенок, например, вы что-то о нем говорите, а он такой, мам, все было не так. И ты думаешь, подожди, ты же сейчас сыграешь там или там в мультики смотришь, как ты все слышишь. Дети понимают намного больше, чем мы с вами думаем на самом деле. Так, ладно. В общем, короче, неважно, решили вы его вернуть. Скорее всего, он вернулся, потому что там не сложилось, потому что обычно так происходит. Там не сложилось, ничего серьезного особо, или там, не знаю, что жилет он или нет, смотрите, и независимо от того, сожалеет он об этом или нет. Когда женщина принимает такого мужчину обратно, это только лишь оттягивает срок того, что скорее всего, ну, 80%, не говорю за 100, просто потом расходится в итоге все равно. Почему? Потому что мужчина точно так же, вот с психологией манипулятора, да, смотрит на это, на все. То есть у него прокатило, его простили. Он, в общем-то, живет и думает, ну, раз она такое мне простила, ну, значит, тут вообще все можно, короче говоря. Либо он охладевает, остывает, да, либо у него приходит апатия, потери энергии, энергетического фона, и он не хочет ничего делать для того, чтобы потом свою женщину удивлять. Это она должна такую стратегию поведения своего простроить для того, чтобы не поддаться, так скажем, панике, раз. Второе, сильно не прогнуться, когда она его приняла. Потому что, знаете, как получается? Она его принимает, и тут же сразу же там, как будто либо ничего не было, то есть человека не проучили, ему не дали. Вот именно правильно Дэл Ферри пишет. Я не могу у себя в эфире произносить таких слов, но вы прям вот пишите, пишите, пишите. Именно так и происходит, понятно? Понятно? То же самое с клиентами. Вот, все, она сходила, пошаталась, вы переживаете, потому что вы все время, смотрите, что делаете, думаете, что виноваты вы. Может быть, отчасти это и так. Но я вам вот искренне советую, никогда не показывать своим клиентам то, что у вас было что-то не так. Но обязательно для себя выводы сделайте. Сделайте, исправьте. И прям вот, знаете, прям вот можно сказать, вопреки тому, что кто-то от вас ушел, станьте лучше. И вот чтобы, знаете, потом, ну, во-первых, это вам хорошо, это по-любому, это точка роста. А потом люди, которые захотят свернуться в вашу жизнь, вы сами их уже не захотите, понимаете? Я хочу, чтобы вам не хотелось брать тех, кто вам изменял. Вот. Я не хочу. Я хочу, чтобы вы себя уважали, ценили, обожали. Вы знаете, как вас будет переть от того, что вы смотрите на себя в зеркало и даже вот улыбаетесь, когда вот вы сделали маленькую победу какую-то, да? Отказали человеку, который, например, хотел вас растоптать психологически, да? Или просто вы сделали какую-то победу вообще, вот неважно, да, в каком, на каком поприще. Я хочу, чтобы вы чаще улыбались, да? Вот моя цель, понятно? Анна и Оксана, вы так круто и доступно рассказываете. Я очень надеюсь, что я вам помогу, девчонки. И еще раз говорю, там, моя манера поведения, да, там и так далее, я могу употреблять крепкие выражения, да, и так далее. Но я хочу сказать вам одну вещь, фразу гениальную. У меня нет то, знаете, у меня нет миссии, так скажем, у меня нет цели вам понравиться. Вот честно, у меня есть цель вам помочь. Кому подходит моя манера поведения, тот в танцах, понимаешь, тот вот с нами, тот понимает, чего, к чему, и почему так важно именно сейчас задуматься над этим. Кто нет, скажет, о, слово говно, там, или кто-то скажет, ой, глупые ролики снимает, и петь-то она не умеет, блин, и в такт-то она не попадает, и на аккорды-то она, на гитаре, блин, она же не те аккорды брала, понимаете? Слушайте, ну честно, ради бога, я говорю, мои люди всегда со мной, как сказала моя тезка Ольга Бузова, хотя, как бы, надо отдать ей, конечно, должное, за ее вот прокачанный личный бренд, несмотря на то, что ее творчество, конечно, я переживаю за то, что вот эти вот тупые тексты и так далее, что у меня просто дети, и они это слушают, да, ну где-то, да, у них попадается это. А так вот люди вот строят империи, условно говоря, потому что мои люди, вот они всегда со мной. Спасибо, впервые вас увидела на Beauty Day, до этого вас не знала, и как вы в конце вышли, взорвали, раскачали уставшую публику, влюбилась с вас, разгляд, да, курс у вас в планах. Спасибо, Яночка, большое, очень рада. Придут другие, так, вижу, 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 я даже клиентов не беру, которые ходят налево. Так, отлично, мы вас любим, я, очень вас любили тоже. Но эти крепкие выражения всегда к месту. Спасибо, мои хорошие, в танцах с бубном, правда. Мы, мне вы зашли, вот, а вы мне зашли, вот. Я опять не умею, для меня вы круто поедете. Вот и хорошо. И причем, знаете, я так скажу, я все свои ролики, что видео, что, значит, аудионарезку, да, я иду в туалет, я вам расскажу сейчас быстро, как это происходит у меня. Я, у меня есть такое приложение, да, с муля, караоке. Я беру просто, пишу тексты, сама пишу тексты. Очень быстро у меня это происходит, буквально открывается какой-то портал, там, минут 15-20 у меня уходит, там, ну, нужно куплет и припев. Я иду сразу, ищу минусовку, записываю с первого дубля. Специально, знаете, почему? Чтобы вот не заниматься лучшайзингом. Понимаешь, когда ты начинаешь мудрить, это в народ не заходит. Все очень просто должно быть. Просто и искренне, да, потому что, еще раз повторюсь, тренд 20-го года и все, что будет дальше, еще несколько лет, открою вам секрет. Тренд – это искренность. Вот искренность, как ты себя ведешь и как ты себя транслируешь. Да, как это делать? Правильно, потому что можно, знаете, искренне нажраться на шашлыках, попросить своего мужа снять вас, когда вы выходите из туалета, например, значит, на улице. Но это тоже не есть хорошо. Поэтому приходите на интенсив Nail Hacking. Еще раз говорю, девчонки, вся программа и тарифы в шапке профиля. Выбирайте тариф и у вас скидка по промокоду. Бегите скорее. Пишите мне в директ промокод, и я вам скину его. И 20% скидка, и вы с нами. Последнее видео. Пушка, спасибо, вы мои хорошие, большое собакам. Привет, вы гуляете. Спасибо. До сих пор под впечатлением. Я очень рада, девчонки. Обожаю вас. Так, поехали. Смотрим, какие вопросы еще у нас тут есть. Так, 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 минутку. Кто писал вопросы? Вот, какой-то вопрос. А есть ли смысл, если я только начинаю, мне даже предложить, пока ничего, еще толком ничего не умею? Милая Лабелла-11, вы знаете, давайте я вам задам встречный вопрос. Как вы считаете? Опять же, он будет не в брови, а в глаз, собственно. Как вы думаете, на какой стадии легче лечить заболевание, которое в конечном итоге может привести к смерти пациента? Конечно же, проще, когда вот его диагностировать на первой стадии, когда все легко, собственно. Понятно? Именно поэтому нужно идти. Вы еще не наломали дров. Вы еще не наступали на грабли. У вас есть возможность воспользоваться за такие копейки. Взять наш опыт. Вот я 16 лет в ногтях. У Ани сегодня был юбилей. Горайханова сегодня 20 лет в ногтях. Оксана тоже уже много лет в ногтях. Берите, забирайте. Вот просто мы рады просто поделиться. Знаете, я вот когда смотрю на трансформацию своих учеников непосредственно после классического маникюра моего, после тренинга Вселенной Успеха. Я смотрю, и мне хорошо. Вот, понимаете, я живу для того, чтобы мне вот здесь вот было хорошо. Вот, понимаете, кто-то вот ест блины в три ночи, и им хорошо. А я хожу по страницам своих учеников и вижу их в трансформации, да, когда они покупают себе машины, квартиры, дома, там, я не знаю, улучшают качество жизни, устраивают детей там в частные хорошие школы, сами обучаются английскому и так далее. Короче, они не стоят на миссии, не развиваются. Вот моя миссия, мне зашибись. Так почему? Лучше начать сначала нормально, чем сделать хреново, потерять время, а потом не догнать всех тех, кто, например, сейчас идет. У вас нет этого времени. Сейчас ни у кого нет времени, на самом деле, на раздумье. Честно вам говорю, серьезно. Вот, пожалуй, девчонки, прикрепляю сюда промокод. Вот он. Секундочку, одну секундочку. Так, меня видно? Слышно? Так. Так, прикрепить комментарий. Вот, девчонки, вот он, промокод на скидку 20%. Он сгорит через 2 часа. 2 часа осталось ровно. Так, есть еще вопросы, мои хорошие. Давайте-ка еще. Оля, хочу ваш пинок получить проснуться и начать. Круто делать, а не стоять на месте. Это ко мне, госпожа Новожилова. Это точно к нам. У меня есть дефибриллятор, которым я обужу людей обычно. Они выходят и говорят, подожди, я уже как жалко, что мы с вами познакомились только сейчас. А я только оплатила. Блин, поздравляю, поздравляю. Там девчонки уже вовсю в чате просто общаются. В Телеграме очень удобно. Можно зайти, прочитать, о чем были разговоры. Там вот прям ночью. Вчера мы до 2 ночи не спали. Общались. Было очень прикольно. Кого там только нет, из каких только городов. Все скидывают свои страницы. Все девчонки сейчас друг друга лайкают. Но это очень прикольно, знаете, еще с точки зрения нетворкинга. Это не просто тупо ссылка, где, например, людей отправили посмотреть какие-то там материалы и все. Тут прям целая жизнь. Да, прям целая жизнь. Там начинаются профессиональные вопросы на какие-то темы. Да, там условно, где там найти вот это или вот это и так далее. Скорее всего, вы тоже состоите в каких-то чатах. Но смотрите, в чем разница между чатами интенсивов, чем между ними и обычными чатами мастеров, например, какого-то там, не знаю, условно, сообщества, другого, какого-либо, неважно. Здесь все люди целенаправленно замотивированы уже на результат. Соответственно, эти люди обладают некоторыми качествами, которые могут, значит, вам быть приятны для того, чтобы ими тоже воспользоваться. Что это значит? Смотрите, когда мы видим и попадаем в окружение людей, которые имеют и мотивацию, и возможность, так скажем, попасть на эту программу, у них есть определенная цель стать лучше. Когда ты, в общем, короче, представьте себе, что вы обычный огурец, обычный огурец в зонте, потому что я сейчас иду в психологию, начну нас грузить. Обычный огурец, когда попадает в банку с солеными, что с ним происходит? Через какое-то время он просаливается. Ну, то есть, в любом случае, это вот так происходит с людьми, которые попадают в какую-либо, например, сообщество, да, это как вот в животном мире точно так же, да, особь попадает куда-то, в общем-то, есть определенный лидер. То есть, если ваш ребенок, условно, попадает в тусовку в хорошую, да, в какой-то момент, в хорошую, в достойную, где люди учатся, где круто, учиться круто, например. И вот ваш ребенок также может попасть в тусовку, где, например, учиться круто, значит, фу, значит, ты ботан, значит, это неприятно. А ребенок еще с неустоявшейся психикой же не понимает, как ему бороться с вот этими возражениями и правда не понимает, круто это или нет, то есть навязанное мнение. На взрослых, на некоторых взрослых это действует точно так же. Попадая в какую-то тусовку, люди подсознательно начинают поддаваться вот этому стадному чувству. Но в данном случае вот это стадо, да, если это можно так назвать, условно, вот это окружение поможет вам стать лифтом. То есть, они станут для вас лифтом. Если вот вы только начинаете или вы сомневаетесь, это не такие большие деньги. Понимаете, вы не сейчас не инвестируете в фондовый рынок, вы не инвестируете, вы не покупаете биткоины, вы не покупаете квартиру у теневых каких-то риэлторов через каких-то людей непонятных. Это не те инвестиции, которые, знаете, жалко потерять. Они у вас отобьются, как только вы просто переделаете свой профиль. Понимаете, вы переделаете свой профиль. Я буду рассказывать, постараюсь вот в этом уроке уложиться в то, что сказать вам, каким образом это транслировать, да. Что можно показать, что нельзя показать. Почему надо показать, хотя вы думаете, что это не надо показать, да, да, с точки зрения психологии и так далее. В общем, я вам не надоела еще. Я надеюсь, что нет. Вы мне нет точно. Я так скучаю по курсам. Вы не представляете, у меня прям ломка, как у наркомана. Я уже пару постов даже об этом писала. Как вы можете заметить, да, как я много говорю и быстро. Так, Оля, правильно ли не брать клиентов, которые сходили налево и вернулись? Ань, это очень такой вопрос интересный, с одной стороны. А с другой стороны, мне пишет огромное количество людей и мастеров. На частных консультациях мы тоже очень часто это разбираем. Смотри, тут вот какой момент. Человек манипулировал, человек шантажировал и говорил. Значит так, а вот я уйду, а ты меня примешь там в 6 утра, или ты там, например, ты на карантине сидишь. Блин, ну придется там. Ну я же даже в сторис у меня прям был прям целый вот этот карусель огромный. Это же пост висит. Про манипуляцию клиентов, да, если клиент манипулировал, если он плохо относился, тут у вас есть два пути, либо брать его, либо не брать. Если, например, вы уже, он вам фонил, и если не нравился, если он записывался, и вам уже хреново, то есть человек вот взял, звонит или пишет, вы его записываете, а вот у вас опять рука не пишет, понимаешь, вы не хотите его писать, например, ну тогда однозначно счастливы будьте, у вас появился шанс, если вы больше не брать, и все. Вот, спасибо скажите судьбе, слава богу. Но я, знаете, сомневаюсь, что кто-то прям вот из ваших прям любимчиков, тех, которых вы любите, уважаете, возьмут так вот, знаете, и от вас уйдут налево. Налево как могут идти? Если реально, например, у нее были акриловые ногти или нарощенные, не важно чем, или у нее была там какая-то там, не знаю, там покрытие, которое она реально в домашних условиях снять не может, но она пошла налево только для того, чтобы у нее с мясом не отвалилось. Это одно. То есть если она по нужде, вот, например, сейчас, да, в данной ситуации ушла, но она ваша любимая, положите, всегда все взвешивайте. Жизнь, вся, запомните, девчонки, вся жизнь – это весы. Вот здесь вот лежит вот эта проблема, на другой то, что вообще, зачем вам это нужно. Всегда себя спрашиваете, мне это нужно? Вот это вот нужно, мое, мне нужно, оно перевешивает то, что человек сделал. И, конечно, смотрите сами, но помните, что выстроить уже отношения после измены тяжелее, конечно, намного. Это хорошо, если там обломалось, но это очень хорошо, если там прям было так ужасно, что человек пришел к вам в позиции «прости меня», и слава богу, что я вообще, ты у меня есть, и я никогда в жизни больше не пойду. А если он вдруг сходил, смотрите, ему понравилось, и вы хотите его обратно, он приходит, сидит и опять сравнивает уже с той, которая сделала ему лучше. Понимаете? Тут очень серьезный такой вопрос, очень серьезный. Надо просто смотреть уже на человека непосредственно, кто именно пошел налево. Вот, например, промокод, да, девчонки, действует до 12 ночи сегодня. Вот буквально 2 часа осталось ровно. Так, мы все идем к вам. Я вас люблю, я обожаю, девчонки, очень люблю, очень соскучилась. Привет, моя таточка Федулова, радость моя. А у меня нет ничего в Телеграм. Жанночка, если вы оплачивали, и если вам не пришла никакая ссылка никуда, пожалуйста, обратитесь сейчас, либо напишите мне в директ. Я вам скину, значит, страницу техподдержки. Только вот первая ознакомительная смс. Если что-то не понимаете, мне напишите, я вас отправлю туда, где люди сидят и могут вам помочь. Я недавно подключилась, не совсем понимаю, про что, но хочу с вами. Вот, прекрасно. Заходите по ссылке в шапке профиля, там разберемся. Так, поехали, напитывайся. Так, у чата есть срок действия? Вот это тоже вопрос к техподдержке, девчоночки мои. Я не пойму, куда надо зайти, чтобы оплатить. Еще раз говорю, сейчас же. Бегите, потом приходите обратно. По ссылке в шапке профиля есть ссылка. Заходите туда. Нажимаете. Там выходит вся программа интенсива. Читаете. И там идут тарифы. Первой базы без поддержки кураторов, но с возможностью пройти весь материал, да, знакомиться с ним, но без всяких там, собственно говоря, можете выполнять, не знаю, домашние задания или нет. Я вот не очень знаю точно. Но на втором будут и домашки, и будут их проверять, и будут вести кураторы. Третий тариф, самый большой, дорогой, это уже с моей поддержкой, то есть я буду вас, собственно говоря, консультировать. У меня будет с вами индивидуальная работа. Сколько будет идти этот марафон? Так, с 23 апреля по 14 мая, девчонки. Так, поехали, поехали. Когда лайк, трансляция визнет, да, серьезно? Тема, готова к трансформации, тогда точно идем все. Так, поехали. Как будет проходить интенсив? Ну, онлайн урок, повтор, можно посмотреть, в каких числах начало? Так, девчонки, начало 23 апреля до 14 мая. Все уроки в записи, собственно говоря, и еще от нас прямые эфиры. То есть, например, от меня будет первый урок 23 апреля, да, условно говоря, люди делают там домашние задания, что-то разбирают, да, делают там какие-то изменения. Через несколько дней эфир только для участников в закрытой группе, да, от меня лично. Потом следующий спикер, Анна, точно так же от нее урок, потом прямой эфир, потом, значит, следующий спикер, там Оксана, потом, значит, Оксанин урок, потом ее прямой эфир. И еще огромное количество информации, значит, упорядоченной для того, чтобы вы уже смогли действовать, да, то есть, там, например, по сторис отдельно, по контенту отдельно, по продвижению отдельно, по программам отдельно, по каким-то там, например, программам, по которым вы можете, например, оформлять сторис и так далее. Вот это вот все, все, там просто капец. Я когда зашла и почитала, я офигела. Так, будут записаны уроки прямой эфиры для второго тарифа. Да, второй тариф, это который как раз с поддержкой кураторов, девчонки, второй и третий тариф. Вот, правильно пишет мне помощница моя Анечка. Смотрите, для первого, значит, базового уровня вот этих вот прямых эфиров, разборов не будет. То есть, ты просто заходишь, знакомишься со всей информационной вот этой вот историей, которая предоставляется, но ни кураторов, ни наших прямых эфиров не будет. Да, второй и третий уровень. Вы всегда можете сейчас успеть до 25-го поменять, например, тариф. Если купили первый тариф, можете апгрейдить его до второго. Да, потому что, например, в Телеграме есть два чата. Есть общий чат, где все-все-все-все-все-все, а есть отдельный чат уже с кураторами. Понятно, да? То есть, кто купил второй уровень, он и в общем чате, и в чате с кураторами, так скажем. Подскажите, а записи у нас останутся в доступе навсегда? Анюта, ответь, пожалуйста. С вами свяжется техподдержка. Кто-то пишет, девчонки, вот. Так, это на какой-то платформе или прямые эфиры? Спасибо. Да, это платформа будет, я так понимаю, да? И прямые эфиры будут в закрытой группе. Заметь тариф. Да, можно, девчонки. Уже купила, не дочитала. Второй купила. Вы хотите третий со мной? Кто хочет со мной, пошли со мной. Я буду рада. Я люблю. У меня даже на частных консультациях, у меня есть такая услуга, если кто-то не знает, неважно, окей. Я не особо, как сказать, свечу этой информацией, где-то о ней рассказываю. Но раз уж пришел момент, расскажу. Даже на частных консультациях, это происходит обычно у нас вечером, мы укладываем детей. То есть я всегда договариваюсь с этим человеком, кто заказывает эту консультацию. Я говорю, делайте так, чтобы вас никто не отрывал и не мешал. Берите, пожалуйста, листок, ручку, бумагу, все, садитесь. И я включаю свой, значит, свое лицо. Девушка включает свое. И вот так же мы делаем с Францией, с Германией, девчонки. Из Америки у нас консультация бывает, там, правда, разница со временем. Ну и России, конечно же. И вот так круто. Знаете, такое вроде как домашняя обстановка. Но человек сразу понимает, что ему делать. Мы обычно прописываем прям стратегию, прям на ближайший год, что нужно делать. Там и анализ и страницы, и вашей жизни, и так далее. В общем, любые вопросы в течение часа. Каждый час стоит определенное количество денег. Если что, пишите мне вообще, в принципе, если кто-то интенсив не идет, но хочет пообщаться лично. Так, так, я вот вступила в чат, но не вижу всех смс. Жанночка, напишите, пожалуйста, мою хорошую техподдержку. Вообще-то в Телеграме, насколько я знаю, там есть возможность посмотреть всю переписку. Насколько я знаю. Если вы оплатили второй тариф, значит, вас должны были включить в два чата. В общий и в кураторский. Как перейти на второй тариф? Так, час, какая цена? Час моей личной консультации стоит 5000 рублей. Но, внимание, сейчас в этом интенсиве есть возможность и овладеть всей вот этой информацией по Инстаграму, плюс еще получить от меня частную консультацию за 4, по-моему, 590. Вот, поэтому имейте в виду. Вы вошли в два чата, что были в письме. Вы вошли в два чата, что были в письме, пишет вам помощник мой. Вот, разбирайтесь здесь уже с чатами. Вот, уроки и вся информация останется навсегда. Поэтому, девчонки, бегите. Даже самый дорогой тариф сейчас будет по вкусной цене, с 20% скидкой. Я оплатила, ура, 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 поздравляю. И с Гонконгом придется, если я смогу, поменять тариф. Сашуля, я буду счастлива, потом буду говорить, что у меня. Была ученица из Гонконга. Слушайте, расскажу вам прикольную историю, на самом деле, которая случилась со мной на курсах, да, на живых. Так по ним скучаю, что сейчас расскажу. Обычно, ну, в Москве курсы проходят, да, и летят со всех там городов. И стран иногда, девчонки. И у нас был курс, я не знаю, может быть, кто-то сейчас присутствует из этой группы. Очень прикольно. Напишите, девчонки, кто был свидетелем. Один раз, значит, вся группа сидит уже, я вхожу, приветствую. Девчонки, привет, мы аплодируем, привет, привет. Здравствуйте, давайте, скажите, кто откуда, кто местный. Поднимают руки, там, Москва, Московская область. Окей. А кто-то не понимает, я говорю, вы откуда? Она говорит, из Самары, например, условно. Все такие, о, дальше поднимают руку. А я из Сургута. О, класс. А я откуда? А я там из Барнаула. Ну, то есть разница во время с Барнаулом. Представляете, в Москве сколько лететь вообще. Все такие, о, и девушка под последний партит сидит. И я говорю, слушайте, а вы откуда? Она так скромно сидит и говорит, а я из Новой Зеландии. И все такие, у-у-у-у. Ну, то есть, понимаете, да, 36 часов лететь, 150 тысяч билет. Но вот пока что, пока что это самая отдаленная точка мира, из которой у меня был ученик, который прилетел ко мне оффлайн. Я ее помню до сих пор. Это Ольга Кинг. После того, как она уезжала от нас, с нашего курса, конечно же, она еще прошла несколько курсов у наших топовых, так скажем, из списка Forbes инструкторов. Улетела туда, я говорю, Оль, за тебя я точно не волнуюсь, потому что ты, ну, реально будешь просто королева там. Например, в своей вот этой Новой Зеландии, да, набрав-то столько кейсов, столько, собственно говоря, информации, да, и полететь туда и стать лучшим. Даже на всем вот этом вот, собственно говоря, где там коалы бегают. Поэтому, пожалуйста, или, подожди, коалы бегают не там. Здравствуйте, коалы бегают в Австралии. Кстати, я очень хочу полететь в Австралию. Я так хотела. Но вот, видите, проблема случилась какая с нашими передвижениями. Я видела в чате, что кто-то писал, как жалко, что я пропустила в Израиле ваш курс и не пришла тогда. Вы знаете, сейчас очень многие будут жалеть о том, что в тот момент не пришли на курсы живые. Потому что мы же не знаем, что будет дальше вообще. И каждый курс уникален, и каждая программа уникальна. Вот я сейчас смотрю, да, и думаю, вот, например, вот это уже не повторить, а вот это вот уже невозможно, а вот это мне уже неинтересно, а людям было бы актуально и так далее. То есть надо жить в моменте все-таки. Я, по крайней мере, стараюсь жить так. Так, и цена и ценности имеют значение однозначно, однозначно, однозначно. Так, девчонки, смотрите, 22.08. Я смотрю, что вопросов у нас больше с вами нету. Бегите скорее, пока есть возможность по скидке купить. Да, Австралия моя мечта, и моя тоже. Я знаю, что там самая чистая, по-моему, экологически чистая точка мира, да, по климату и так далее. И вообще я просто хотела очень. Но, к сожалению, насколько я знаю, большая проблема получить визовое разрешение, потому что необходимо в посольство предоставить видеодоказательства о том, что ты летишь к человеку какому-то. Просто туристическую визу дают очень плохо. И даже фотография, то есть она говорит, кому летишь? Ты говоришь, вот к Джону я лечу, или там к Марте я лечу. Говорит, да Марта, вам кто? Подруга, покажите видеодоказательства, что вы с ней встречались хоть раз в жизни. Ну, то есть вот такая история. Даже фотки нельзя. Да, совместные нужны видео. Я хочу на живой ваш курс. А я как хочу вас, Алена Медведева. Я вас очень хочу на живой курс. И у меня, конечно, у меня были полные группы набраны уже до декабря, девчонки. Все, кто записан и в Германии, и во всех других городах. Блин, я очень надеюсь, что мы с вами все-таки встретимся. Мы перенесли все туда на подальше. Я очень хочу уже выйти из этого дома. Я очень хочу вас обнимать. Я очень хочу держать вам руку и помогать вам срезать эту несчастную кутикулу. Так, чтобы опять видеть ваши глаза, когда у вас просто от классики шок, потому что вы такого себе не представляли без своих аппаратов. Я очень хочу и очень скучаю по вот этому чувству. Вот, мои хорошие. Как доплатить за второй уровень с поддержкой куратора? Платила базовый. Девчоночки, мои хорошие, смотрите, сейчас у меня уже до конца трансляции остается одна минута, чтобы эфир сохранить. Я вас люблю, обожаю. Пишите мне все сейчас же в директ. Быстрее я не сплю и вам наговорю. Ладно. Люблю, обнимаю. До новых встреч. И, конечно, давайте зажжем на интенсиве. Всех жду. В общем, я ваш навеки. Целую, целую. Пока-пока.